Комсомолу 100. Он был создан 29 октября 1918 года на Первом Всероссийском съезде Союзов Рабочей и Крестьянской Молодежи. Первая и единственная в Советском Союзе массовая молодежная организация, которая позиционировалась как активный помощник и резерв коммунистической партии. Сто лет назад на месте Щелковского театра стояло деревянное одноэтажное здание клуба КОР, клуба имени Октябрьской революции. В нем молодыми рабочими Соболево-Щелковской фабрики и была создана первая в Щелково-Комсомольская ячейка, а чуть позже избран первый районный комитет ВЛКСМ. Поэтому очень символично, что именно здесь сегодня ветераны Щелковского комсомола отмечают столетие этой славной организации ВЛКСМ. Большой праздник, особенно праздник в том, что я в родном городе, в родном клубе. Меня здесь принимали в комсомол, я сюда приехала работать. И очень приятно, что люди помнят, хоть прошло уже 40 лет. Несмотря на то, что произошло со страной, на сегодняшний день столетия ВЛКСМ – это знаковое событие в нашей стране и, конечно, в нашем Щелковском муниципальном районе. Комсорги, школ, предприятий, учреждений – все ныне здравствующие первые секретари горкома комсомола разных лет. На праздник пригласили комсомольский актив Щелковского района, Фрязина, Лосино-Петровского, Звездного городка. В свое время их всех объединял Щелковский городской комитет. Но в более широком смысле их объединяла молодость, объединяли общие интересы. Если не затрагивать идеологическую составляющую, то на протяжении 73 лет, с 1918 по 1991, комсомол организовывал труд, отдых, досуг молодежи. И о такой активной всеобъемлющей работе сегодня можно только мечтать. Мы были молодые, любили, творили, работали. Несмотря на то, что мы сегодня с седыми головами, мы вроде бы остались такими же. Комсомол для меня всегда был опорой. Я чувствую удовлетворение, вспоминаю наши молодые годы и думаю, задор этот остался до сих пор. Я сегодня переполнен эмоциями, потому что 100 лет комсомолы – это тот праздник, когда вся молодежь должна ликовать. И мы, как старые комсомольцы, конечно, живем этими всеми воспоминаниями. Отдавая дань значению ВЛКСМ, нынешние власти района приложили максимум усилий, чтобы ветераны-комсомольцы смогли окунуться в атмосферу славного советского прошлого. В фойе развернулась выставка комсомольских реликвий и старых фотографий. Были изготовлены специальные юбилейные значки, очень напоминающие аутентичный комсомольский знак отличия. А также вручались памятные муниципальные знаки ветеран-комсомола Щелковского района 2018. В общей сложности комсомол стал частью биографии 200 миллионов советских людей. Он организовывал, воспитывал, сплачивал, давал путевку в жизнь. Мы все прошли через комсомол, простым комсомольцам, секретарем комитета ВЛКСМ школы. Потом, когда в армию ушел, секретарем комитета ВЛКСМ батареи, сам секретаря комитета ВЛКСМ полка. Это самая сильная, мне кажется, школа в жизни у каждого человека. Такой определенный социальный лифт. Здесь, в Щелковском районе, я работала секретарем горкома комсомола по школам. Это было в 1978 году. А потом 13 лет работала в ЦК ВЛКСМ. Но люблю район, люблю всех комсомольцев бывших и нынешних. Комсомол жил, жив и будет жить. С праздником всех. Многие комсомольцы, которые, так сказать, доказали, стали виднейшими руководителями в стране. И в этом плане, конечно, была какая-то школа. Взять бы лучше из этой молодежной политики. Как в былые времена, комсомольское братство стоя приветствовало церемонию выноса знамен. Среди которых знамя Щелковской комсомольской организации, которое сохранил и передал в музей последний, первый секретарь горкома Анатолий Петрунин. Бывших комсомольцев не бывает. Мы все носили значок, у нас был билет, комсомольский билет. Платили взносы. И все мы гордились. Гордились тем, что мы причастны к единой огромной массе молодежи, которая в этой стране уважается. Которая в этой стране дается возможность дальнейшего роста. Это была сильная гвардия, это был резерв страны. И во всех направлениях, не только Великой Отечественной войне, но и в последующем, в основании народного хозяйства, поднятие целины, строительство БАМа. Здесь много событий показывали комсомольцы, были всегда впереди. Комсомольцы, добровольцы, мы сильны нашей верной дружбой. Сквозь огонь мы пройдем, если нужно, открывать молодые пути. Мы вот как-то мечтали. Мечтали и для меня вот эти фильмы о комсомольцах, о первых пятилетках, о гражданской войне. Я рос на этом и пел эти песни с удовольствием. Когда пришло время их начинать петь, мне не надо было, как говорится, их учить. Они со мной жили всегда. Любимые артисты приветствовали ветеранов комсомола. Леонид Серебренников, ансамбль «Белорусские песняры», Сергей Войтенко и дуэт «Баян-микс», Олег Иванов. 61 роль в кино сыграла Наталья Варлей. Но среди них есть одна, которая стала ее, если так можно сказать, брендом. И которая, как никакая другая, подходит к сегодняшнему празднику. Как вам всю жизнь живется студенткой, комсомолкой, спортсменкой? Ну, приходится. В театре Станиславского, когда я работала, я была несколько лет подряд, лет пять, наверное, секретарем комсомольской организации. Ну, а так как студентка, спортсменка, комсомолка, естественно, меня приглашали на всевозможные съезды, выступления, фестивали, ЦК комсомола. Я выступала с докладами. Это на белом свете, там, где всегда мороз, Трутся спиной медведи, а земную омс. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, Трутся овозь медведи, вертится земля. Спустя столько времени находятся люди, собираются вместе, вспоминают молодость и строят планы на будущее. Комсомол – это наше вчера, это наше сегодня и, я полагаю, наше завтра. Ирина Микеда, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».